Познакомьтесь с турецким поколением зумеров – людей, родившихся с 1997 по 2012 год. Население этой страны – одно из самых молодых в Европе. Более 10 миллионов человек до 25 лет имеют право голосовать на предстоящих выборах президента. И многие из них сделают это впервые. Голоса молодых людей, фактически именно они, решат, продлить ли правление президента Эрдогана на третье десятилетие или сделать выбор в пользу того, чего они никогда не знали – Турции под руководством другого лидера. Так чего же хотят молодые избиратели? «Я хочу видеть страну более демократичной, где люди живут в достатке и имеют больше свобод. Я хочу видеть Турцию, где люди более терпимы друг к другу и могут принимать различия друг друга». «Есть огромное количество людей, которые действительно хотят, чтобы в этой стране всё изменилось. И эти выборы могут стать последним шансом». Стамбульский социолог Джан Сельджуки говорит, что большинство молодых избирателей не привязаны к определенной идеологии. Партийная принадлежность играет для них гораздо меньшую роль, чем для их родителей. «Разрыв между оппозицией и правительством настолько разительный. Молодым это не очень нравится. Их не очень волнует идеология, но их больше волнует решение проблем». И проблем в конце второго президентского срока Реджепа Таипа Эрдогана накопилось предостаточно. Безработица среди молодёжи составляет почти 20%. Растущая инфляция привела к заметному росту стоимости жизни. «Наша покупательная способность действительно сильно снизилась. Например, раньше я ел вон в том ресторане. Цены были нормальные, но теперь я больше не могу себе этого позволить». «У меня есть стипендия, студенческая подработка, но я всё равно не могу оплатить свои медицинские расходы. Еле свожу концы с концами». «Они раздражены положением дел в Турции. Их раздражает их экономическая ситуация. Их раздражает тот факт, что перспектив у них всё меньше». Опросы также показывают, что избиратели поколения зумеров решительно выступают против ограничения их образа жизни, демократических прав и свобод. Тысячи пользователей социальных сетей находятся под следствием за оскорбление президента Эрдогана. В сегодняшней Турции за критический твит можно угодить в тюрьму. «Нужно фильтровать всё, что мы говорим, потому что это может быть использовано против нас. К сожалению, в нашей стране критика правительства рассматривается как оскорбление правительства». «Людям приходится перепроверять то, что они пишут в соцсетях. Они должны быть осторожны в высказываниях. При нормально демократии критика правительства не должна быть проблемой». Кандидаты на этих выборах намного старше молодых избирателей, которых они пытаются покорить. Президенту Эрдогану 69 лет. А его главному сопернику, лидеру оппозиции Кемалю Кылыч-Дыраглу, 74 года. Тем не менее, они оба полагаются на социальные сети, но с совершенно разными посланиями. Президент Эрдоган любит подчёркивать образ сильного лидера, демонстрируя свои достижения. А Кылыч-Дыраглу представляет себя умеющим работать с людьми. Он – командный игрок, спокойно и мягко говорит. Некоторые даже называют его «турецким Ганди». «Эрдоган не может принять тот факт, что качество демократии в Турции ухудшается и что молодёжь находится в худшем экономическом положении, чем 10 лет назад. С другой стороны, оппонент Эрдогана говорит, что ситуация с демократией становится хуже, а экономические проблемы больше всего влияют на молодёжь. Так что тут фундаментальная разница в том, как они смотрят на проблемы молодёжи». Многие молодые избиратели хотят перемен, говорит нам социолог. Но молодёжь также скептически относится к оппозиции и её обещаниям изменить ситуацию к лучшему, что усиливает непредсказуемость этого голосования. Редактор субтитров А.Сёмкин